Расскажите, пожалуйста, в следующем эфире про торты. Кому первый кусочек обычно отдают, кому второй, третий и так далее. Если продавать кусочек, то какой? Продают ли сейчас вообще или считается не очень? Спрашивает Елизавета. Первые кусочки, первые там 4 или 6 или там 8 кусочков отдаются близким. Кто эти близкие? Это мамы, папы. Это, ну, соответственно, с двух сторон, если с двух сторон, то 4 кусочка. Это бабушки, дедушки. Если, соответственно, там только бабушки, там 2 бабушки с двух сторон, ну, соответственно, еще 2 кусочка. Если и бабушки, и дедушки, то это там 8 кусочков. Вот. Они обычно отдаются просто так, и желательно прямо в самом начале отдать вот эти вот первые кусочки, а дальше уже можно, если хочется, можно продавать, можно раздавать, можно ничего не делать. Но вот эти первые кусочки, это обязательно для родителей. Ну и плюс один кусочек для вас, но этот кусочек вы себе не отрезаете, обычно это отрезает официанты и приносит вам. Потому что официанты обычно заранее предупреждены, какой торт, какую начинку вы хотите, попробуйте начинку, та, которую вы хотите. Не всегда это верхняя начинка. Бывает такое, что когда вы выбираете, когда молодожены выбирают начинки, они говорят, мне понравилась, например, начинка 3 шоколада, и я хочу, чтобы у меня была вот эта начинка 3 шоколада. А вот эта начинка 3 шоколада, она находится, например, в самом низу, а наверху там находится красный бархат, а вторая начинка, какой-нибудь там медовик условно, да, там или ещё что-то. И так как официанты заранее предупреждены, что молодоженам нужно принести 3 шоколада, они отрезают вот эти 2 кусочка 3 шоколада молодоженам и относят их на президиум. То есть вы себе не отрезаете. Теперь относительно того, что делается дальше. Когда вы отрезали вот эти вот там 4 кусочка, 8 кусочков первые, эти кусочки вы отрезаете самостоятельно. Действительно, то есть это отрезают не официанты, но это такая, знаете, дань уважения вашим близким, дань уважения самым родным, родителям, бабушкам, дедушкам, что они с вами сегодня в этот день. Остальные кусочки, остальной тортик, если вы его не продаёте, уже разрезают официанты, менеджеры, ну там официанты чаще всего. Если продаёте, то отрезаете ещё один кусочек торта, ну и, соответственно, его продаёте, дальше его уже забирает официант и разрезает этот тортик, и всё, да, и, соответственно, раздаёт этот тортик, угощает всех гостей. Но главное, главное, я, знаете, как-то побывала однажды на таком мероприятии, мне было так интересно, потому что я впервые с таким столкнулась, когда продавалось, там продавался не один кусочек торта, то есть там было такое, что, ну обычно, да, вот всё-таки вот эти первые кусочки, отрезаются, дарятся родителям, а там была такая история, что сразу с первого куска, вот они отрезали первый кусок и начали продавать. Вот они первый продали, второй продали, третий продали, и мы такие сидим, думаем, так, интересно, а просто без продажи будет торт сегодня или нет? Четвёртый продали, и мы понимаем, что, наверное, торта мы не дождёмся. И вот они продавали, продавали, и когда уже все перестали покупать, уже всё, покупатели закончились, они просто взяли этот торт, официанты увезли, и всё. И тот, кто торт не купил, тот остался без торта. И мы, конечно, были так удивлены, если честно. То есть для меня это был просто шок, что так тоже бывает. Ну, мол, не купил, извините, всё, этот торт вам не достанется. Купил, молодец, будешь кушать торт сегодня. Вот я с таким тоже сталкивалась, но вот это так делать нельзя, так делать плохо. Если продаёте кусочек торта только для тех, кто хочет в этом поучаствовать, но принудиловку, знаете, превращать это в то, что, мол, не купил, ты без десерта сегодня, ну, это такой... Корнева и Ринда.